Сегодня 10 апреля. Высаживаю яровой чеснок. У меня его совсем немного, но мы его практически не едим. Вот он, всяких разных калибров, где помельче, где побольше. Тот, который помельче, посажу прямо целыми головками. А тот, который покрупнее, я его раздербоню и посажу дольками. И вот в этот короб, здесь у меня в этом месте росли кабачки на навозной куче. Вот у нас навозная куча, перепревший навоз прошлогодний, год ему. На дно я положила туда сено, навоза, а сверху собрала вот эту землю навозную, на которой росли у меня кабачки. И вот сейчас здесь посажу вот этот чеснок. Сделаю рядочки. Я не заморачиваюсь. Вот такими рядочками. Пролью барматухой. Вот так вот пролью. У меня ее вон много. Я ее уже уменьшаю, конечно же. Высвобождаю. Все. И высаживаю. Где по одному, где по целым. Вот таким образом. Вот этот вот целый посажу. Вот этот тоже целый. Этот тоже целый. Ну так, чтобы хватило у меня на вот эту грядочку. На вот этот рядочек. Чеснок будет расти вот в этом корыте. Вот видите, какое корыто стоит у меня посреди участка. Я не заморачиваюсь. Но это все, конечно же, чтобы у меня не рыли ходы. Потому что роют. Роют, роют, роют. Крысы, мыши, кроты. Роют внутри грядок. Поэтому вот изощряюсь. Вон какие-то такие ставлю. Ящики. То ведрами. Вон там, всякими разными. То вот таким образом. Вот здесь у меня росла морковка. Оставлю. Может будет расти капуста. У меня в том году росла капуста. Вот тоже в таких же бадьях. И выросли кочаны. Тоже, чтобы не подрывали у меня. Эти всякие землеройки. У себя на участке выкопала вот такой конский щавель. Посмотрите, сколько корней. Сколько тут микробов. Сколько здесь микроорганизмов. Смотрите, какой он прямо мощный. И самый первый растет. Значит, в нем есть сила. И это все пойдет у меня в барматуху. Здесь будут эти микроорганизмы размножаться. А потом этими микроорганизмами, которые будут доставать азот для моих растишек, пойдет уже как бы вот эти всякие палочки, не палочки. Вот такая травка тоже с корнями. Тоже это все пойдет у меня в барматуху. Вот сюда залью. И пускай настаивается. А потом буду это все проливать. Вот у меня, например, вишня. Она уже набирает силу. Я ее сейчас просто пролью. Ой, одной рукой неудобно. И под ствол. И на ствол. И вот так вот я ее пролью. И все. И будет зарождаться сильнейшая жизнь. И будет прекрасный рост. Потом все это посмотрим. Вот вторая вишня у меня. Это придаст ей силы. И мало ли какие еще заморозки. Потому что она уже вот начала. Посмотрите-ка. Или какая-то холодная погода. Это дерево у меня уже будет устойчиво. Ко всяким катаклизмам. То есть я вот весь сад свой таким образом пролила. И крыжовник. И вот тут у меня слива. И вот тут у меня жимолость. Никак не росла. Надеюсь, что. И вот тут вот у меня этот. Как его называют? Забыла. В общем, как-то называют. И малину. А как его называют-то? Рассеяние-то как называют? Ой, черные ягодки-то. Жимолость. Нет, не жимолость. В общем, я забыла как. Также в эти баде добавлю сейчас перепревшего навоза. Вот этого навоза добавлю во все свои баде. Пускай все микроорганизмы тоже там вместе размножаются. Ну, а сейчас я буду укрывать пленкой грядку. Которая на улице. Которая у меня будет под помидоры. Она будет прогреваться. Ну, я много грядок укрою. И под картошку тоже укрою грядку. У меня, благо, пленки всякой. Всякой-всякой много. Поэтому сейчас выну, посмотрю, какая подлиннейшая. И пока одну грядку укрою. Нет, не надо. Накрыла пленкой. Опять вот эту грядку. В прошлом году у меня здесь росли помидоры. В этом году тоже будут расти помидоры. Кто-то мне сказал, что, Лена, у тебя же была фитофтора. Надо менять место жительства. Но фитофтора, она же с воздуха. Вот здесь она как проникнет. Она не проникнет. Она здесь там даже и жить не будет априори. Потому что температура там повышается. Она сейчас у меня там вся погибнет, если не погибла зимой. А она появляется все равно из воздуха. Поэтому и здесь у меня помидоры не настолько болели. Может, там один-два заболела. Но я как-то вовремя сняла урожай и не дала распространиться здесь фитофторе. Хотя вот здесь грядка была не покрыта пленкой. Здесь у меня была страшенная фитофтора. Но так как у меня было перекрытие. Видите, у меня здесь перекрытие. И можно покрыть пленкой вовремя. Чтобы не лил дождь. Чтобы было потеплее. Это уже когда позднее лето будет. И подольше помидоры у меня здесь и сидели. Хотя эти уже были вырваны давным-давно. Так что ж, я опять решила сюда сделать, посадить помидоры. Здесь же, конечно, я их сажать уже не буду. То, может, еще в каком-нибудь месте посажу. И у меня будет все нормально с рассадой. Рассада у меня как-то нынче уже. Я уже говорила ни о чем. С работы принесла шелуху. Не шелуху, а скорлупу. Вот скорлупа. Сохнет, обсыхает. Она у нас здесь. Потом я буду в лунку каждую класть. Разминать вот таким образом. И класть в лунку. Хоть оно и будет перерабатываться очень-очень долго. Но все равно какое-то питание, какой-то кальций все равно будет вымываться и попадать к растениям. Все, какая-то польза. Будем в это верить. Так, забыла сказать. 10 апреля я накрыла пленку. Это я для себя, чтобы в следующий раз уже вспомнить. Потому что я видео пересматриваю через год, когда начинаю какие-то посадки. Я пересматриваю, когда что. И, естественно, делаю уже выводы. Раньше накрыть, позднее накрыть. Или как по погоде. В общем, для этого я и себе утверждаю числа. Когда у меня что делается. Редактор субтитров А.Семкин